Документы на каком основании? Документы на каком основании гражданина должен предъявить служебное удостоверение. Пожалуйста, предъявите. Я сейчас предъявлю. Пожалуйста. Документы на каком основании гражданина должен предъявить служебное удостоверение. Документы на каком основании гражданина должен предъявить служебное удостоверение. Документы на каком основании гражданина должен предъявить служебное удостоверение. Но вы знаете, что приказ это подзаконный акт. Он не может иметь юридическую силу выше, чем закон Украины. А закон Украины про милицию гласит совсем другое. Закон Украины, работник милиции, имеет право проверить удостоверяющие личные... В случае подозрения в совершении права нарушениях. Нет там такого. Давайте посмотрим закон милиции. Могу поднять и закон милиции. Пожалуйста. Пожалуйста. Я же не буду вас вводить в заблуждение. Я же тоже вас не ввожу в заблуждение. Есть у нас вон... Это не я же придумаю правила, правильно? Я их исполняю. Так. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас я вам все покажу и будете читать. А закон-то о милиции у вас должен быть как бы на первой странице, потому что это основной документ, которым вы руководствуете? Закон милиции мы не носим с собой. Ну а следовало бы? Нет. Не следовало. Закон о милиции... То есть вы ему не подчиняетесь закон о милиции? Я работаю по закону о милиции. Ну так значит, этот документ основной должен быть у вас на виду. Основной документ, он у меня в голове. В этих... Закон, вы считаете правильно? Да, я считаю, считаю. Ну вы тех законов, это же не весь закон. Ну давайте, может быть, тут нет пункта, о котором я говорю. Если я буду весь закон здесь носить, вы извините меня. А там всего две страницы, на самом деле. Нет. Да. Вы же говорите о законе, а не о двух страницах. Закон составляет две страницы всего лишь. Ну видите, если бы вы знали, вы согласились со мной. Ну давайте посмотрим пункт 11.6.2. Я еще раз говорю, закон о милиции не состоит от двух страниц. Я вам говорю, две страницы. Вы говорите две страницы, я говорю еще раз, что нет, не две страницы. Хорошо, не будем спорить об этом, это мелочи. Забеспечение особистой громадянской захисты, прав, свобод и законных интересов. Запобегание, пропорушение, таких причин. Значит, вы меня подозреваете в совершении правонарушения. Похорона и забеспечения громадского порядка. Я нарушил громадский порядок? Выявление и раскрытие гроши у кофе. Я нахожусь в розыске? Да нет, я имею в виду... А зачем вы мне перечисляете эти вещи? Подождите, ну то, что вы же говорите, что вы... Да. Что я вас подозреваю в совершении преступления. Ну вы ожидали. А вы говорите, что вы не подозреваете. А я вам говорю, что есть у нас приказ, который регламентирует вход в суд. Но приказ не может быть выше и в юридической силе закона о милиции. Вы понимаете? Нет, я не понимаю. Ну, значит, вам надо подковаться юридически. Вы так решили. Да. Потому что вы... Вы так решили, что нет? Да, вы ошибочно вывод делаете. Нет, я не ошибочно... Любой юрист вам скажет, что подзаконный акт не может иметь больше юридической силы, чем закон. Хорошо. Есть закон, подписанный сюда... Как же он правильно? Я вам скажу пока. Министерством юстиции и МВД. Это закон о... Закон не нуждается в подписании Министерством юстиции. Его подписывает президент. Это совместный закон. Это не закон, это акт. Или... Это приказ. Это приказ, это подзаконный акт. Короче. Пожалуйста. Короче, будет то там, короче. Вы согласны, чтобы я вам предъявил, но я буду иметь право обжаловать ваши действия начальству вашему или в суд? Вы согласны, да? Я согласен. 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 Александр Евгеньевич, у Вас есть разрешение на съёмку? Совершенно верно, есть разрешение. Покажите, пожалуйста, удостоверение. Удостоверение прессы. Я не журналист. Но Вы просматривали... Тогда, я Вам скажу, у нас все видео... Это уже конфиденциальная информация, Вы не имеете права её просматривать и копировать. Я её не копирую, я просматриваю... А зачем? Это конфиденциальная информация. Я просматриваю паспорт на наличие подделки. Я не давал разрешения на просмотр своей конфиденциальной информации. Разрешение на проверку паспорта, понимаете? Вы меня подозреваете в правонарушении, в преступлении? Я ещё раз... Вы подозреваете или нет? Да или нет? Я нет, говорю. Тогда на каком основании Вы меня проверяете удостоверение личности? На таком же самом основании то, что Вы делаете съёмку. Съёмка мне разрешена, статья 34 Конституции. Нет, Вам не разрешена съёмка. Хорошо. Для суда будет больше оснований осудить Вас. Я Вам ещё скажу одно. Видео, фото, съёмка не являются доказательством в суде. Хорошо. Если это не предусмотрена разработка. Ясно? Или разрешение суда... Это касается Вас, милиционеров, когда провалите ОРД. Меня это не касается. Я гражданин Украины. Не нахожусь при исполнении. Но Вы не являетесь сотрудником прессы. Естественно. Каждому гражданину, согласно статье 34 Конституции, разрешено сбор информации любым удобным ему способом. Какому следу Вы пришли? Я пришёл в канцелярию суда. Для ознакомления с делом. Я ещё раз прошу Вас, камеру не включать.